Здравствуйте, уважаемые друзья! По вашей просьбе мы сегодня начнем фильм. И если будут вопросы, я потом буду дополнять. То есть это будет короткий экскурс по поводу меха. Значит, в изготовлении мушек принимает участие практически весь мех. Как мех пушного зверя, так и всевозможного другого. Норного, дикого кабана, медведя и всех других грызунов, каких мы только себе можем представить. Точно так же и идет в качестве меха. Можно использовать шерсть наших домашних животных. Давайте мы теперь сделаем небольшое такое разграничение. Я вам буду показывать, а вы уже потом будете сами знать. Значит, существует, как я уже вам неоднократно рассказывал, вот такие продаются наборы, вот такого типа. Это у нас мех белохвостого оленя, крашеный. Его предназначение для изготовления всевозможных стримеров, лососевых мушек. Ну, в принципе-то, интуитивно уже понятно, для чего годится. Этот мех называется Бактейл. То есть, мех, который идет с белохвостого оленя или с другого оленя, называется Бактейл. Очень хорошие уловистые мушки. Вот этот кусочек, который я вам показываю, флуоресцентного меха, это с хвоста теленка, крашеный. Он уже называется Кафтейл. Поэтому, если вы будете видеть во всевозможных легендах о вязании мушек, вы уже будете ориентироваться сами о том, из чего изготовлена эта мушка. Теперь, переходим конкретно. Допустим, я вам не смогу сейчас рассказать, но мех есть, который хорошо плавает, мех есть, который сразу намокает, тонет. Это вы уже разберетесь сами. Допустим, вот это была у меня шапка, как вы понимаете. Это мех, который достаточно хорошо сам по себе. Вот все водоплавающие наши вот такие вот животные, в том числе и андатра, и нутрия. И в них получается, что сами по себе остевые волоски, как вы видите, уже совсем другие. То есть, этот мех будет предназначен совсем для другого изделия. Так же, как и, допустим, если мы рассмотрим, я буду показывать, вот у меня маска писца, и есть просто кусочек писца. Длина волос, их структура уже абсолютно разная. Поэтому точно так же бесец можно разграничивать до бесконечности по его составу волокна. чернобурка и все другие вот такие вот материалы, как вы видите, достаточно хорошо работают вот по жесткости пера. Вы уже для себя подберете сами, что вам нужно какое изготавливать. Мы еще дополнительно этого коснемся. Теперь существуют и очень хорошо используются это вот, я вам покажу, мех косули, мех оленя, мех зубра, который очень хорошо используется для изготовления всевозможных плавающих наших мушек. Мех сам по себе трубчатый и достаточно обладает хорошей плавучестью, но и в то же время обладает одним недостатком. Он хрупкий, поэтому необходимо торец, который мы срезали, заделать сразу клеем и сразу нам необходимо с вами немножечко лаком промазать. Но расцветки, окраска его, допустим, как вы видите, есть крашеный, натуральный, разный. Поэтому для себя, для своей работы вы выберете сами. Теперь существует еще дополнительно очень много синтетического материала. Его, допустим, кто называет фарабу, кто называет артфюр, большого значения, как он будет называться, не имеет. Вот я, допустим, из разных вот таких вот кусочков, которые вот у меня здесь имеются в наличии, и с длинным мехом, и с коротким, это все было приобретено мною на рынке, там, где продается просто в рулонах вот этот искусственный мех. Он бывает разных расцветок, но выберите для себя, допустим, структуру меха этого, так как вам необходимо для изготовления ваших стримеров. В основном он используется для стримеров, но иногда я его использую для вязания нимф и мокрых мушек. Расцветки, как я вам уже говорил, бывают разные, но он также, если, как вы уже обращали внимание, или кто работал, он имеет также и подшерсток, и длина его, и качество в том числе абсолютно разное. Поэтому подбирайте для себя более качественный мех, более хороший, хороших производителей, для того, чтобы, как вы видите, он достаточно хорошо формирует тело, и очень хорошо ведет себя в воде, практически неубиваемый. Теперь, как я уже показывал вам, вот мех песца, вот такой длины, такой структуры желательно использовать для стримеров, как щучьих, лососевых мушек и всевозможных других джиговых приманок, которые я изготавливаю, пуховки, или как вы их там для себя назовете. Он тоже достаточно крепкий, по отношению вот к этому меху, но имеет меньшую подвижность. Также он хорошо, допустим, вот красится в разные цвета, в разные оттенки, и очень хорошо себя ведет в работе. Также, еще я хотел бы отметить, такой мех, который используется, это вот, как вы видите, мех козы, нашей домашней козы, которую слегка подкрасили. Достаточно жесткие, хорошие, вот такие вот волоски, которые годятся тоже для определенных стримеров. Так же, как и шерсть из дикого кабана. Годится для изготовления, допустим, когда вам необходимо поддержать крыло у вашего стримера или какой-либо мушки, я обычно всегда беру небольшую щепоточку вот такого меха. И, в отличие, допустим, от кафтейла, вернее, бактейла, который я вам показывал, это вот аналогичный почти материал, но обладает в 10 раз большей крепостью и такой же плавучестью, чем этот мех. Если есть возможность у вас использовать мех вот домашней козы, пожалуйста, используйте. Это что касается, допустим, крепости. Еще я хотел бы отметить, очень так стоит отдельно у нас это мех альпака. Скажу вам сразу, это достаточно редкий сам по себе мех. шерсть, вернее, даже не мех, а шерсть. Я использую, ну, исключительно для определенных таких заказов, потому что сам по себе мех, просто шерсть нежная и, скажу вам честно, настолько изумительная игра, что рыба просто не может удержаться и идет на поклевку. Все зависит от того, как мы с вами изготавливаем, что мы с вами изготавливаем. и в каждой мушке идет или мягче, или жестче. Это вот, допустим, был енот, хвостик енота. Точно так же, как вы видите, можно использовать вместо койотов всевозможных, которые легенды мушек есть, можно использовать вот этот мех. Также можно использовать и с не меньшим успехом это вот нашу лису. Поэтому абсолютно все, которые имеются, мех, шерсть, можно, вот у меня имеется вот сама лапка песца. Как вы видите, вот эти вот такие уже более остевые волоски, которые находятся, это уже для других мушек. То есть о мехе можно рассказывать до бесконечности и все равно что-то мы пропустим. Но еще, что вы забываете в основном, это, как я уже своим друзьям и рассказывал и в личной переписке, и как получается у меня, да, вот покажу еще это для лососевых мушек разные у меня расцветки песца. Мы выпускаем нашего кролика. Вот у меня имеется, допустим, кусочек вот такой шкурки, который был белый кролик, ну, стал вот таким кроликом. Можно из коричневого сделать вот такие белые волоски. Так же, как, допустим, это вот песец, но это он в природе такой, поэтому очень хорош в работе именно такого вот типа мех. Мех кролика достаточно подвижен, достаточно хорошо ведет себя при всех условиях рыбалки и крепкий. К тому же, я, друзья мои, отвлекусь и вы неоднократно, вот, допустим, я для себя специально вот настригаю определенное количество меха для того, чтобы использовать его в качестве даббинга. понимаете, вот, допустим, если взять эта вот упаковка только из настоящего даббинга, кролик подстриженный и немножко я добавляю туда блестящих элементов по необходимости. Так же, вот, я уже показывал, вот видно по структуре это вот был вычесан подшерсток кота. Кот, собака, все-все-все домашние, которые наши есть животные, спокойно можно их брать в работу, как даббинга, так и при изготовлении определенных мушек. Дело в том, что есть такие кошачьи вабики, как их называют, вот, его ничем ты не заменишь, кроме как брать мех у нашего домашнего животного. Есть вот разные, вот другие, вот такие, так же, как вы понимаете, наш кролик обладает определенной тоже качеством шерсти и желательно его подбирать тоже под определенные свои работы. Но, есть в продаже, я уже неоднократно вам показывал, друзья мои, это вот такие всевозможные наборы шерсти и если я вам вот, допустим, буду показывать, здесь сразу указывается состав и вот на вот на этом наборе достаточно уже хорошо видно, здесь указано, сейчас я вам покажу, чтобы вы обратили внимание, 30 микрон. можно спокойно найти для себя 20 микрон, это вот я перед этим показывал, это вот тоже спокойно для рукоделия, берете вот эту шерсть и она тоже используется, как и в качестве даббинга, так и в качестве основного, крыла, тела, чего угодно, для изготовления наших, допустим, мокрых мушек, стримеров, нив, да чего угодно, расцветки, цвета, абсолютно, какие вы только захотите и какие вы захотите для себя подобрать. Я, допустим, вот у меня вот такой имеется походный наборчик, в котором присутствуют те цвета, которые практически всегда мне необходимы для рыбалки, для мокрых мушек, то есть, я сильно себе не забиваю голову, просто подобрал их по толщине, и спокойно здесь штапельное само по себе волокно, я потом отдельно в изготовлении каких-либо мокрых мушек буду еще раз показывать вам, чем отличается, допустим, каждый вот такой вот шерсть, мех для использования. Теперь, что касается, допустим, изготовления определенных нимф или стримеров, то я вам хотел бы показать еще, вот у меня имеется такая маска, и мы с вами, вот, это чернобурка, это был песец. Как вы видите, вот они настолько близкие, что между собой вот мех, но у чернобурки больше подшерстка, поэтому также подбирайте мех тот, который вам необходим, и вот из такого меха можно изготавливать кисточки для рисования, поэтому колонок, белка, енот, барсук, вот у меня имеется шкурка барсука, я на ней хотел бы вам также показать, вот, я, допустим, беру вот эти остеевые волоски для изготовления всех паденок, веснянок, сухих мушек, также можно его использовать в качестве поддержки крыла, достаточно крепкий и хороший мех, допустим, знаете, для себя одно, сам по себе мех, который вот, допустим, имеется, он достаточно не именно этот, а каждый мех сам по себе по своей структуре подходит для определенных мушек, но мы давайте в завершение фильма сделаем такое уже завершение, вот, я показываю белохвостого оленя, показываю теленка, два хороших материала, но мех теленка просто неубиваемый, этот более такой подвержен разрушению, теперь, вот водоплавающая, изумительный мех, не боится воды, хорошая ость, хороший подшерсток, все хорошо, но длина, как вы видите, его вот такая, теперь все норные наши животные или зверьки, как правильно их обозвать, у них у всех достаточно крепкий мех, поэтому, если вы будете брать мех, допустим, белки, или енота, или барсука, сами понимаете, что у норного животного мех будет значительно лучше, поэтому, каждый мех или шерсть животного годится для определенной какой-то работы, мы с вами в дальнейшем, если вы будете задавать вопросы, я потом объясню, даже вот два вот эти кусочка, сами понимаете, по подвижности, они абсолютно разные, поэтому, одни годятся больше для лососевых, такого жесткого крыла, эти больше, допустим, для стримеров, там, где хорошо играет хвостик, вот и все, друзья мои, если вдруг я что такое забыл, вы мне потом напомните, я сделаю дополнение, благодарю вас за внимание, до скорых встреч,